Клуб «Империя» 29 марта в Большом концертном зале Клуба «Империя» состоялся музыкальный конкурс «Королева музыки-2017» и презентация журнала «Королева планеты». Я счастлива, что у меня есть возможность выпускать журнал, на страницах этого журнала рассказывать о замечательных, потрясающих женщинах, девушках нашей планеты. Я даже не знаю, как это назвать, это просто так ответственно видеть себя на обложке. Вы знаете, мы действительно очень долго ждали этот журнал. Я безумно рада, счастлива и еще раз спасибо большое вам за то, что вы мне доверили такую мизию. Наверное, так же, как и Инна, у меня переполняли эмоции. Я с благодарностью отнеслась к тому, что Алла Юрьевна все-таки напечатала меня с детьми. За ее поддержку, за поддержку детей я очень благодарна и благодарна этому конкурсу и готова к новым участиям. В этот вечер компетентное жюри выбрало двух победительниц в главных номинациях. Королева музыки 2017 Анна Москалева и миссис караоке Москвы 2017 Полина Воронина. Я никогда не принимала участия ни в каких конкурсах, ни в вокальных, ни в конкурсах красоты, ни в подобного рода конкурсах. Но хочу вам сказать, что я поверила в себя и у меня выросли крылья. Я подумала о том, что, может быть, стоит продолжить что-нибудь такое творческое. То есть ни капли не жалеешь, что приняла участие и победила. Я очень рада, я очень рада. Алле Юрьевне большое спасибо. По традиции все победительницы получили короны, ленты и подарки от спонсоров. Я еще и вручала диадему ручной работы из чешского стекла. Тяжелая? Ну, грамм 300-400. В конкурсе приняли участие 11 поющих девушек с яркими внешними данными и особым обаянием. Каждая из них исполнила на сцене одну любимую песню. Конкуренция была? Спину дышали? Была. Дышались девчонки в спину. Без нее не существует конкурсов. Согласен. Это же в этом же и есть суть и смысл. Когда конкурс, он всегда подразумевает собой, что кто-то дышит в спину. Плохо дышит, хорошо дышит. Симпатия, синтепатия. Но антипатии нет совершенно. То есть атмосфера была потрясающая? Невероятная, потому что это конкурсы Аллы, Маркины. В них не может быть негатива. Они все уже изначально позитивны. Юля, а ты, если я попрошу, две строчки напеть из любой песни, которая вот тебе вот по душе, по сердцу сможешь прямо сейчас на камеру? Да, смогу. Я сюда пришла исполнить свою мечту. Я спела песню, я себя видела в детстве именно в военном костюме. С вот этой вот песней. И замечательная Алла Юрьевна предоставила такую возможность исполнить мою мечту детскую. И я счастлива, правда. Это музыкальное соревнование добавило в жизнь участниц новые яркие впечатления. А возможно, кому-то после конкурса улыбнется звездная карьера. Очень может быть, что среди этих девушек найдется какая-то талантливая девушка, и которую сегодня заметят люди, например, я замечу, или какие-то коллеги из жюри. Завеют, пригласят ее дальше. И вот так, собственно, и открываются таланты. Потому что начинается с малого, а потом, блин, тише, и человек вырастает. В состав почетного жюри конкурса вошли композитор Александр Журбин, продюсер Роман Жуков, нумеролог Клара Кузденбаева, президент компании «Биватон» Александр Савелов-Дерябин и другие. Я оценивал, в первую очередь, не девушек, а голоса. И умение подавать себя, выглядеть эффектно, красиво. И я не ошибся, когда был первый конкурс, я вот Анну избрал, я там был один из комиссии, то есть из жюри, и я избрал ее. И сегодня я тоже, мне удалось убедить и других людей, что она была лучшей. И она действительно лучшей, потому что я профессионал, я закончил Академию Гнесиных, да, да, и я спел на комиссии в Большом театре пять партий басовых. Поэтому я актер, я проработал в Большом театре почти четыре года. Вот, и для меня это все живое, мое, собственное. Очень сильные девушки, две девушки были просто звезды. Им программа «Голос», и они достойны победы, безусловно. То есть, как я понимаю, не зря Алла Юрьевна проводит этот конкурс, она, по крайней мере, раскрывает какие-то таланты. Потрясающе красивые и талантливые девчонки были, вот это честно. Девушки все выступили достойно. Видно было, что они волновались, но тем не менее спели, на мой взгляд, чудесно. Аню я выделила сразу, я ей тоже сказала, что она была великолепна. Конечно, сумасшедший вокал и внешние данные, то, как она держалась на сцене, как она выступала, какой энергетикой она выступала. Для меня первое место, оно определилось сразу. То есть, у меня не было сомнений, да. Я, как бы, очень приятно удивилась, что мнение жюри также совпало с моим. С моей точки зрения, как музыканта, я слушала, я наслаждалась этим, мне очень все понравилось. То есть, конкурс прошел на ура. Программа «Вечера» состояла из музыкального конкурса, совместного авторского показа коллекции эксклюзивных моделей от дизайнера Лидии Гуровой и коллекции авторских шляп-аксессуаров для головы от ар-дуэта Ольги Хорошиловой и Натальи Сердобовой, торжественной церемонии награждения, фотосессии с победительницами конкурсов «Миссис Москва», «Миссис Россия» и «Королева планеты». А в конце мероприятия многие гости благодарили Аллу Маркину за прекрасно организованное событие. Я Аллочке выражаю просто низкий поклон. Он именно благодарен за то, что я сегодня ощутился здесь в качестве приглашенных гостей. И, конечно же, я еще раз подчеркну, она мне подарила эту возможность, подчеркнуть вот что-то для себя, потому что, я говорю, модели не поют. Она говорит, нет, поют, да еще и как поют. Говорит, Серега, приходи, посмотришь, просто я теперь вот поднимаю лапки вверх, я понял, что действительно это бывает, это случается, действительно есть среди красивых девушек, очаровательных, талантливые люди, талантливые люди. Алла Юрьевна замечательная женщина, она мастерски организовывает все, что она делает. Я не раз участвовал в ее конкурсах в жюри и в смысле, и надеюсь, и дальше буду участвовать. Алле Юрьевне, безусловно, новых и новых идей, совершенно с разными такими вот включениями, как было сегодня. Девушкам, безусловно, творчество, своих проектов, роста, ну и, наверное, вот той визитной карточке, которая дает этот конкурс. Александр Михайлович, а вы сколько уже знакомы с Аллой Юрьевной? Лет 20. Ну тогда от вас пожелания Алле Юрьевне. Да, я вижу, как она развивается, я вижу, что она делает чудеса, я вижу, что она делает праздники, поэтому я всегда молюсь, и день, и ночь, и поэтому я всегда молюсь, чтобы она развивалась. Друзья мои, пойте песни, она продляет жизнь, она давит положительные эмоции, и даже если вы будете петь в душе, на кухне, поверьте мне, вы уже будете делать нашу Вселенную счастливой, потому что только счастливые люди могут петь и веселиться. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваши глаз. И хорошее настроение не родит больше вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok